Я помню 83-й год, когда я впервые услышал ваши записи. Они были какие-то полуподпольные, сделанные, видимо, в домашней студии. Качество было, конечно же, не такое, как сегодня. На меня это произвело такое огромное впечатление. Это было сродни какому-то потрясению. Позже, с кем бы я ни говорил, все ощущали примерно те же чувства. Скажите, вот тогда в подполье как вам жилось? Вы чувствовали себя каким-то запрещенным? Вы чувствовали, что никогда не будете знаменитый, популярный? Да вы знаете, в каждом времени есть свои сложности, свои проблемы. Я не могу сказать, что я чувствовал себя ущемленным. Я ущемленным себя вообще никогда не чувствовал. Я очень не люблю ущемленных людей. Но я понимал, что не все то, что я делаю, укладывается в рамки идеологические того времени. Но в рамки, так сказать, совестливой и нормальной, я говорил правду. Я всегда говорю то, что я думаю. А за каждое свое слово я готов ответить. Если я там пел в свое время про Афганистан, я же не про войну на Марсе пел. Она шла, были люди. Я про это пел. Нравится это кому-то или не нравится, это их личные дела. Но это существовало. Значит, я об этом говорил. Но я никогда, кстати, не чувствовал себя диссидентом. Диссидентство – это профессиональное диссидентство. Это удел 60-х, начало, наверное, середины максимума. 70-х где-то годов. Хорошо сказали, профессиональное диссидентство. Конечно, потому что были люди, которые работали диссидентами. Ну, это нормально для того времени. Я всегда был, так сказать, достаточно патриотично настроен по отношению к своей стране, зная ее плюсы и минусы какие-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!